Добрый день! Вы смотрите выпуск новостей в прямом эфире нашего телеканала. Меня зовут Егор Матаев. Начнем с главных тем. Прошел ли Алтайский край пик заболеваемости коронавирусом? Черная вода течет из кранов жителей поселка Красная Дубрава. Куда деваться? Бывает, что нальешь ведерочко, оно отстоится, и тогда можно будет через марлечку или что-то про это, если уже в крайнем случае в магазине не купил воду. Актрисе молодежного театра Алтая Галине Чумаковой присвоено звание заслуженной артистки России. Вам-то богатые люди, а, только ты-то межишься, а нам вот для вас будет служить. В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 72 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один человек скончался. При этом за день выздоровел 141 человек, сообщает Краевой оперативный штаб. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2939 человек, в том числе 303 ребенка. Выздоровело 1784 пациента. За весь период скончалось 42 человека. Тяжелобольных в госпиталях Края на сегодня 47 пациентов, из них на аппарате ИВЛ 17 человек. И в продолжение темы. С момента введения первого этапа снятия ограничительных мер, связанных с пандемией, в Алтайском крае прошла неделя. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказали, как успешно Алтайский край выходит из режима ограничений и когда в регионе ждать новые этапы послаблений. В целом, первый этап снятия ограничительных мер не повлиял на эпид-обстановку в крае. Однако сейчас в регионе ежедневные темпы прироста новых больных составляют от 2,5 до 3%, что превышает среднероссийские темпы роста заболевания. Поэтому сегодня о новом этапе снятия ограничительных мер говорить рано. Пока речи о введении дополнительных ограничительных мероприятий, либо о дальнейшем снятии ограничительных мероприятий не ведется. Ситуация будет продолжаться оцениваться в динамике и по результатам следующей недели, по результатам складывающейся эпид-ситуации будет приниматься решение. Что касается оказания плановой медицинской помощи в полном объеме, по словам министра здравоохранения региона, уже разработан проект приказа, определяющий этапы и критерии, при которых это будет возможно. Сегодня идет постоянный мониторинг эпид-ситуации для определения медицинских заведений, которые смогут снова начать работать в плановом режиме. Мы с этой недели по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю начнем определять те территории, которые начнут и амбулаторную, я повторюсь, и стационарную плановую медицинскую помощь. Губернатор Виктор Томенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову взять на личный контроль положение в Краевом диагностическом центре, роддоме номер один Барнаула и отделении ортопедии и травматологии Центра охраны материнства и детства. Напомню, в этих лечебных учреждениях в последнее время возникли проблемы с недопониманием между коллективами и руководством медучреждений по вопросам начисления заработной платы, укропнения детского травматологического отделения, а также подготовки к снятию карантина. Все эти ситуации требуют участия не только специалистов Минздрава региона, но и лично министров. Ситуация в некоторых учреждениях начинает накаляться. Где-то руководители на местах не справляются с настроением трудовых коллективов, не отпускайте ее. От такой ситуации нельзя отпускать. Сделайте туда выезды сами. С коллективом диагностического проведите встречу. Более миллиарда рублей направят на строительство двух дорог. Догор Мишина и Глухаринная в туристском субкластере Белокуриха-Горная. Работы уже ведутся. Об этом накануне сообщил заместитель генерального директора курорт Белокуриха Олег Акимов. То есть весь поток туристический, который ехал зимой, он будет ехать по асфальту. То есть это гораздо легче и ширина дороги. Вот здесь трудный подъем был зимой. Его приходилось чистить, посыпать и так далее. И все, кто расположен вдоль этой дороги, инвесторы, они все начинают работать. Большую часть средств на строительство дорог, почти 900 миллионов рублей, выделили из федерального бюджета. Все работы должны завершить в течение двух лет. А уже в октябре этого года, по планам правительства края, на площадку Белокуриха-Горной должен прийти природный газ. Это позволит инвесторам ускорить строительство гостиниц, ресторанов и других туробъектов. Например, сибирский инвестор Гранд Крио Алтай в ближайшее время приступит к возведению комплекса криотерапии. Подрядчиком выступит финская компания Хонка. Черная вода течет из крана в жителей поселка Красная Дубрава. На проблему люди пожаловались в редакцию нашего телеканала. А куда деваться? Ее бывает, что нальешь ведерочко, оно отстоится, и тогда можно будет через марлечку или что-то про это, если уже в крайнем случае в магазине не купил воду. Влетят машинки, электроприборы, это значит чайник, самовар. Понимаете, эта грязь, она скрипит даже на зубах. Проблемы с питьевой водой, рассказывают сельчане, начинаются с началом работ фермеров в полях. Единственное, в поселке водонапорная башня не справляется с нагрузкой. Можно ли решить проблему и что думают по этому поводу в местном сельсовете? Смотрите в следующих выпусках новостей. Артисты Алтайского края теперь могут проходить альтернативную воинскую службу в ансамбле песней и танца Алтай. У них появилась возможность отдать долг родине и заниматься любимым делом. Подробнее в нашем сюжете. И раз, и два, и раз, и два, и три. Егор и Максим с детства шли к своей мечте – быть артистами балета. Упорные тренировки сделали свое дело. Парни-лауреаты и призеры многих международных и российских конкурсов. Они уже несколько лет солисты в ансамбле песни и танца Алтай. Их карьера идет в гору. Прерывать срочной службой в армии тренировочный процесс – значит потерять большую часть навыков. Возможность работать в ансамбле поможет артистам оставаться в форме и радовать своим творчеством других. Призыв у нас был еще года два назад. Но пока мы собирали все документации, пока все соглашения, это очень был тяжкий такой процесс. Но мы его наконец дождались. И вот на сегодняшний день мы уже как пять дней служим на альтернативной службе. В своей миссии на службе Егор и Максим видят служение культуре Алтайского края. Они готовы работать еще усерднее, чем обычно. Теперь, когда все работники ансамбля в отпуске из-за сложной эпидемиологической ситуации, парни работают вдвоем. Тренировки, как и в обычных условиях, длятся 5-6 часов. Их работа приравнивается к традиционной воинской службе. Если поступит вызов, артисты будут выступать в воинских частях перед солдатами. Миссия искусства настолько важна, что она зачастую поднимает дух бойцов. Не даром даже в годы Великой Отечественной войны, в страшные тяжелые годы, никогда не расформировали театры. И очень много концертировала артистов на передовой. Служба продлится вместо одного года год и 9 месяцев. Ансамблю на сегодняшний день выделено три места для служащих. На третье, кстати, есть желающие из Нижнего Новгорода. Для комфортного проживания им выделены комнаты в доме для артистов и музыкантов на СИЗОВА-24. Анна Москаленко, Анатолий Фукс, новости. Она связала свою жизнь с барнаульской сценой. Актрисе молодежного театра Алтая Галине Чумаковой присвоено звание заслуженной артистки России. Мой коллега Вадим Слюсарев пообщался с актрисой и узнал, когда она начала играть свои первые роли и почему артисту необходимо учиться каждый день. Так и артист служит театру и своему зрителю. Галина Чумакова родилась в Новосибирске, там же получила образование. Но именно барнаульская публика стала ей родной. 34 года она выступает на алтайской сцене. Сначала в ТЮЗе, а сейчас в Молодежном театре Алтая. Спустя десятилетия, можно сказать, наконец-то, ей присвоили звание заслуженной артистки России. У меня было ощущение, я прямо поделюсь, вот когда говорят иногда, вот у меня шок. Я никак не могла понять, ну что за шок, что это такое шок. Такое ощущение, что меня так подвесило куда-то и долгое время, как в космосе. Вот абсолютное было ощущение, что ты в космосе, все. Речь о присвоении Чумаковой звания заслуженной артистки России шла больше 10 лет назад. Но для региональных артистов получить такой статус тяжело. Когда мы ее поздравляли, ну, к сожалению, мы еще не могли воочию ее поздравить, поэтому все онлайн-онлайн поздравления. Но я заметила, как все, абсолютно все ребята, весь коллектив радовался, поздравлял. Это еще раз доказывает, что мы ее любим и очень гордимся ей. А начинался творческий путь артистки еще в детстве с подражания перед телевизором. Юная Галина смотрела фильм «Олесе» и подыгрывала Людмиле Чурсиной. Красавица, длинные волосы. И вот она в этих волосах, как это, длинные, а у меня тоже были длинные волосы. И вот мама говорит, все, отвернулись все, типа, спать. Ой, что мне не разрешают смотреть. А там так красиво, она бежит по лесу, у нее волосы развиваются, она березку обнимает. Все так. И я вот в этих слезах, в своих длинных волосах доигрываю просто подушку. И хоть героиню Куприна Галине Чумаковой так и не удалось сыграть, но за все время работы в театре она перевоплотилась в десятки персонажей, как комедийных, так и драматических. От «Муми-мамы» в «Муми-тролль» до «Марфы Сведригайловой» в «Преступление и наказание». Каждый день артистка пытается научиться чему-то новому, в том числе и у молодых коллег. Весь этот накопленный опыт и помогает воплотить художественные образы на сцене. Волнение должно быть на репетициях. Если оно уже есть на репетициях, уже есть, то к моменту выхода перед зрителем это волнение трансформируется во что-то другое. Ну вот уже не в то волнение, когда вот так вот выходишь, а другое, рабочее волнение, которое дает возможность, что называется, энергию в себе аккумулировать. В молодежном театре по известным причинам сейчас нет постановок. И актриса ждет, когда вновь сможет увидеться со зрителем. И хоть она скромно об этом умалчивает, но когда театры вновь откроют двери, на барнаульскую сцену поднимется уже заслуженная артистка России Галина Чумакова. Вадим Слюсарев, Сергей Балуев. Новости. На этом у меня все. А теперь передаем слово в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Сибирском федеральном округе. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает. По состоянию на 15 июня в России выявлено 537 210 случаев COVID-19. За последние сутки подтверждено 8 246 новых случаев в 83 регионах страны. 34,3% из них протекает без клинических проявлений. В Сибирском федеральном округе за весь период выявлено 26 964 случаев заболевания COVID-19, что составляет 5% от общего числа по России. Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на следующие регионы. В Сибирском федеральном округе за прошедшую неделю самый большой прирост заболеваемости показала Республика Алтай. Там людей с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции стало на 53% больше. Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось в 1,3 раза на 6031 человека. Самые низкие прирост заболеваемости зафиксированы в Республике Хакасия. Здесь количество инфицированных за неделю увеличилось на 19%. За последнюю неделю полностью выздоровели выписанные из больниц округа 3525 человек. Новосибирская область находится в лидерах по числу выздоровевших 807 человек за неделю. Показатель летальности от COVID-19 по России составляет 1,32%. Во всех регионах Сибирского федерального округа этот показатель ниже. Самый высокий процент в Новосибирской области – 1,3%. Всего за неделю в Сибири от COVID-19 умерли 45 человек. Республика Алтай по-прежнему остается единственным регионом Сибири с нулевой летальностью с начала пандемии. Эпидемическая обстановка в Сибири остается непростой. Обязательный масочный режим действует во всех регионах Сибирского федерального округа. Однако к ограничениям региональной власти везде подходят по-разному. Так, в Кемеровской и Омской областях Республики Хакасия и Алтайском крае введены очередные послабления. В Кемеровской области режим самоизоляции частично снят с 12 июня. С 15 июня разрешена работа детских лагерей, санаториев, музеев и культурно-досуговых учреждений. В Омской области 12 июня открылись летние кафе и были разрешены активные туры. А с 22 июня откроются детские сады. В Хакасии с 15 июня режим самоизоляции отменяется для всех, кроме лиц из групп РИСКа. С 18 июня вернутся к работе летние кафе и спортивные учреждения. В Алтайском крае разрешены занятия спортом на открытом воздухе. Открыты магазины непродовольственных товаров и салоны красоты. Работают санатории с медицинской лицензией и отменены ограничения по выходу из дома для граждан младше 65 лет. В Красноярском крае, Иркутской и Томской областях сроки действия режима самоизоляции напротив продлены. Дольше всех готовы удерживать ограничения региональной власти Красноярского края. Там режим продлен до 12 июля. Особая ситуация в республике Тыва. Здесь сроки действия режима самоизоляции не изменились. Он продлится до 30 июня. Но с 8 июня на территории всего региона фактически введен двухнедельный карантин. На улицах и дорогах выставлены посты и дежурные наряды. Усилен контроль работающих торговых точек и предприятий. Главы принимают совместные решения со специалистами Роспотребнадзора и Минздрава. Власти гибко реагируют на эпидемическую ситуацию в регионах. Так, в республике Алтай с 10 июня открыты летние кафе и санатории с медицинской лицензией. Но одновременно закрыт на карантин Кош-Агатческий район из-за вспышки коронавируса. 10 июня стало известно, что ученые Новосибирского академгородка разработали противовирусный аэрозоль. Препарат антивираза расщепляет ДНК и РНК широкого спектра вирусов и бактериальной оболочки. Он представляет собой профессиональный набор для обработки воздушной среды всех типов поверхностей, медицинских масок и одежды путем влажной уборки или распыления воздушное пространство. Антивиразу можно применять в быту с помощью ультразвуковых увлажнителей воздуха. Уникальная новосибирская технология может помочь в купировании существующих очагов инфекции и предупреждении ее распространения. В регионах Сибирского федерального округа постепенно снимаются некоторые ограничения, однако угроза распространения эпидемии еще не миновала. Соблюдайте масочный режим и ответственно отнеситесь к мерам профилактики. Берегите себя и своих близких. Продолжение следует...